Свои проблемы решил бы. Тут родителям помог бы. Я не знаю, на что вам, конкретно вам нужны деньги. Потому что каждый из вас своя жизнь. Я умею делать идеи богатые. Я им рассказываю, что им надо делать, чтобы добиться то же самое, что добился я. Я сам это прошел. Я вам рассказываю, что мы с нами делали, чтобы вытянуть свои результаты. Если вы будете делать то же самое, что делаем мы, у вас будет как минимум то же самое, что у нас. Причем, более того, вам легче, вам проще. Вам на самом деле проще. Потому что перед вами есть живой пример, что это реально, что это возможно. Что есть люди не где-то там за границей, а здесь, в России, сейчас. которые добиваются этих результатов. И вам надо просто освоить наш опыт. Не придумывая омеревание, не изобретая велосипед. Просто повторять наш опыт. Так как вы не будете делать уже наших ошибок, мы же вас предостережем. Мы очень много дров сами наломали. Пока мы дошли до этих результатов. То вы, в следствии же, должны выйти на этих результатах, выйти на этих результатах гораздо быстрее, чем вы. И, обладев вот этой платформой, на которой мы сейчас находимся, вы просто должны, вы просто обязаны шагнуть дальше. Но дальше все зависит от вас. Ребята, вы знаете, как-то раз мы когда приехали сюда в Новосибирск, мы встретились с администрацией города. Ну, они привыкли. Ну, как сказать, пользу получать, да? Ну, все брали. Они нам задали вопрос. Что вы можете дать Новосибирску? Тамила, не задумываясь, ответила. Рабочие места. Возвольте зарабатывать деньги, никого не обманывая, никого ничего не прося. Ни от кого не зависит. И не обманывая, ребята, это очень важно, не обманывая. Причем, понимаете, это еще и какая-то вещь интересная. Какая-то еще интересная вещь. Дело в том, что я офицер. Я на самом деле офицер. Значит, в октябре 97-го года я вышел на пенсию. Но я иногда говорю, что офицеров бывшими не бывают. Потому что, знаете, когда я еще служил, я пришлось там ездить не на попутных, и вот, как правило, останавливали офицеры. У них какая-то ностальгия по армии. Как там сейчас в армии? Платят мне зарплату? Сколько платят мне зарплату? Они уже давно не... Вы знаете, офицеры — это умнейшие люди. Особенно умнейшие люди. Потому что, понимаете, у меня в отделе было 18 офицеров. Это люди, которые шесть лет учились чему-то, которые практически управляли людьми по всей территории России, которые отвечали за многомиллиардную технику. Как-то раз я проводил встречу, я пришел после наряда в форме еще камуфляжа, весь мятый, бенебритый. И там один мужик сидел. Он говорит, вот тут еще будет приехал какой-то полковник, будет сейчас бизнес учить. Если бы, на самом деле, зарабатывать большие деньги, ты бы, говорит, в армии не служил. А меня, я не знаю, почему меня так как-то так распрямило. Я не знаю, какой-то металлический слом появился в голосе. Я сказал, я так просто в эту армию пришел, мне так просто из нее уйду. И, между прочим, я горжусь тем, что я принадлежу в церковном корпусе России. Потому что военную форму носили с гордостью даже царей. И вы знаете, что мне больно? Что мне больно? Мне больно, а на самом деле. Я с удовольствием приглашаю офицеров, потому что я знаю боль, я знаю проблемы. Когда мне говорят, я офицер, косметика, как мне бьет. Я говорю, ты чего здесь косметик? Слушай, пари, если уже полтора часа раз говорю, тебе про косметику, хоть слово сказал, тебе расскажу, как деньги зарабатывать. Косметика – это просто товар, который нужен людям. Что-то забуду, что-то хрустает, похоже. Смотрите, я тоже по этому. Мне больно, что вот эти вот действительно светлые головы, это самые умнейшие ребята. Они сейчас вообще не верят. Они даже ничего не хотят. Они говорят, что уже все ниши заняты, что-нибудь начинать поздно, все уже разобрано. Он говорит, умнейшие ребята, понимаете, они говорят, сейчас я вот выйду на пенсию, пойду к охранникам, сутки троя, плюс пенсии, больше не кантовать, мне прошу. Он говорит, а что-нибудь бесполезно начинать. Они устраиваются охранниками, они устраиваются подметать в рынке, они устраиваются в школы куда-то, там еще что-то, стоят где охранять, а мне больно, а мне больно. И вы знаете, я не знаю, рассказываю я вот здесь, на Сибирске или нет, но во Франции, в Париже есть метро, и там очень много станций, и только на одной из станций все время расходил самоубийство. Станций много, а самоубийство только на одной. И вот вы знаете, начали изучать почему. Долго искали и нашли. Нашли, почему были самоубийства. Потому что там, на одной станции, напротив одного из туннелей висела табличка, выхода нет. Вот так получалось, что люди приходили на эту станцию, они с начальником поссорились, но они приходили и видели табличку, выхода нет, и это распроизм. Человек с женой поругался, приходит на эту станцию, там табличка, выхода нет, раз под поезд. От человека возлюбленная ушла, он приходит, а там табличка, выхода нет, он раз под поезд. Табличку сняли, и все нормализовалось. Очевидно, в московском метро тоже кто-то слышал эту историю. Потому что сейчас на многих станциях московского метро висят плакаты, на которых возражена женщина в красном берете. сотрудник метрополитена, который стоит вот так вот лицом с зрителем, вот так вот держит палец, а там нарисован эскалатор, уходящий вверх, в белую точку, и надпись через весь плакат «Выход» есть. Знаете, что делать? В России много людей, которые могут горы свернуть, которые готовы делать что угодно, говорят, дай тебе точку оповер, я опять верну весь мир. есть такие люди, я просто утверждаю, что есть такие люди, но они просто не видят этой точки опоры, они не видят выхода. Все рынки разобраны, все ниши заняты, бесполезно что-нибудь начинать. Умнейшие люди, сильнейшие люди. Сейчас мы просто были в Омске, я говорю, ребята, вы же сибиряки, вы же сильные, вы же можете. Делайте, что я говорю. Задумайтесь, сколько людей, благодаря вам, может изменить свою жизнь. Идите к людям, рассказывайте им. Что рассказывать? Возможности зарабатывать денег. Честным путем, никого не обманывая, никого ничего не просяня, никого не зависит. Идите к людям, дайте им возможность, покажите им выход, выход есть. дайте им. Так, что же я рассказываю людям, которые хочу пригласить этот бизнес? Я так начинаю. Ребята, я сейчас поставлю ответить на 5 вопросов. Раз, два, три, четыре, пять. Я прям так на встречу-то начинаю. Всего 5 вопросов. В общем, где это как? Я ведь, кто ничего не спрашивал, я начинаю отвечать на вопросы. Красиво, да? В течение сегодняшней встречи я постараюсь ответить на 5 вопросов. Первый вопрос. В чем смысл этого бизнеса? Второй вопрос. Откуда здесь деньги берутся? Откуда здесь деньги берутся? Третий вопрос. Что надо делать? Что надо делать в этом бизнесе? Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Кто вам будет помогать? И пятый вопрос. Что у вас будет в результате проделанной работы? В принципе, я думаю, что каждый человек, кто ответит на эти вопросы, и у них не остается вопрос. Участок в этом бизнесе. Потому что люди на самом деле не понимают, чем смысл это бизнес. Вы знаете, я уверен, что 90% из людей, которые занимаются, написали контакт, они не понимают смысла того, чем они занимаются. Вот они даже не видят глубинного смысла за всеми муравей, как будто кричит, шумит, ругается, толкается. И вот, пистый. Это прошу не переводить. Вот поэтому я считаю, что на самом деле люди очень важны понять смысл того, чем мы занимаемся. Знаете, причем тут вопрос такой интересный. Значит, как-то раз, мне полоскопа, такая фраза, когда нужно начинать любую работу? Когда нужно начинать любую работу? И там же был дан ответ, когда эта работа уже закончена. Потому что я сам утверждаю, что фундамент вот этого здания начал выжиться после того, как это здание уже построено в последнем штынгале. Вот каждый раз разговор с новичком я пытаюсь с ним говорит, построить здание Альфлейн. Последнем штынгале, чтобы потом нужно сознательно не ступал к каким-то фундаментам вообще к строительству этого бизнеса. Зная, чего от него ждут, что им предлагают, что нужно делать. Откуда здесь деньги берутся? Большинство людей на самом деле воспринимает эту ситуацию дакаму, где-нибудь преразбуду. Все очень важно это ААА, так вот, а где-нибудь преразбуду. Что надо делать? Что надо делать? Людей, естественно, интересуются. Почему от меня ждут? То вам будет помогать. То вам будет помогать. Потому что, знаете, как вы успокаиваете, когда не представляете, что я не буду делать, только в одиночку. Оказывается, что оказывается, есть люди, которые мне идут и помогать. И что у вас будет в результате проделанной работы? Всем интересно. А за что? Есть ли смысл вообще? Пока что говорите. Вот, в принципе, и все. Как раз я пришел в Нальчике, в офис, смотря там, на компьютере, вот эти пять вопросов вывели, я не знаю, весят. А дело в том, что когда вы будете иметь в голове, то вы уже не запутаетесь, что дальше говорите. Поэтому вам могут люди вопросы задавать, вы можете отвечать, но вы знаете, что вы должны им рассказать. Вы всегда можете вернуться, даже отступив в сторону, сделать отступление. Чтобы объяснить людям, в чем смысл был бизнесом, я обычно рисую вот такую картинку. Красиво? Я обычно так объясняю. Это фирма. Это фирма, которая имеет свою продукцию. Вот это вот. Это люди, которым продукция нужна. Но дело в том, что фирма ничего не делает для того, чтобы реализовать свою продукцию. Вы объясняете, что мало продукцию придумать, мало ее изготовить, мало ее упаковать, ее надо еще реализовать. Вот фирма ничего не делает для того, чтобы этим вопросом заниматься. Потому что вот эту функцию она вложила на нас. Ну вот здесь посередине. есть фирма трубе и продукцию нужна людям есть другую продукцию нужна если кто хотят зарабатывать вот фирма решила эту задачу переложить на наши плечи согласно вылазать платить причем то получать очень интересная ситуация дело то что многие люди люди сталкиваться на порядку и продавать надо а я не хочу продавать я не буду продавать я не люблю продавать глупо там что вся история человечества показывает что сам богатый пример всегда будет торговцы торгаши но не продавцы чтобы пояснить дело я обычно скажу такой анекдот в этот если мужчина высота спереди значит он умный если мужчина высота сзади значит он гуляет если мужчина высота и спереди и сзади значит гуляет сумму чему это присказка что как здесь люди торгуют а если как торгуют с умом потому что каждом городе есть такой магазин крупный как рамстор там очень много продавцов только один человек который торгует с умом хозяин торгом стороны потому что можно просто торговать торговать сумму потому что можно просто реализовывать товаром уставить сумму почему потому что смотрите я каком случае буду выгоден для фирмы только в одном случае если вы доставать товароборот правильно я могу не создать товароборот на 100 долларов за месяц могу а могу создать товароборот за месяц в 1 миллион долларов в каком случае я буду ее выгоднее на 100 долларов в одиночку можно сделать наоборот а на 1 миллион в месяц нужно использовать такие технологии я утверждаю что эти технологии есть я утверждаю что можно стать организатором этого бизнеса купцом торговцами я утверждаю что есть специальные технологии которые вы можете обладать как вы поняли что есть две принципиально различные системы организации товароборота черт есть две совершенно различные системы организации товароборота первое из них это классическое где-то разграничить какая-то фирма потом круто торговец перевозит через границу потом средний оптовый оптовик берет этой фирмы рассаскивать по городам этой страны потом мелкоптовый оптовик берет у этой фирмы рассаскивать магазин этого города плюс реклама плюс на оценка магазина и каждый из них стоимость товара закладывает как минимум 30 процентов своей прибыли без прибыли я работ не буду некоторые говорят это слишком много 30 процентов я говорю да но почему не крупному покупателю каждый из них 10-15 процентов скидка дает без ущерба для себя 30 это самое плохое что каждый из них свои 30 процентов накручивает от предпущего нас ребята считали от 700 до 1000 процентов какой-то припоследников это что-то изовой стоит один такой 10 до 1000 процентов альтернатива не было долго не было приходим газе мы знаем что накручивает 30 процентов но никогда не задумывайся сколько таких а кончиком было до него классика кого есть возразить и вот только в конце сороковых готов появилась альтернатива системе он не сказал что есть две различные системы организации товарооборота появилась альтернатива дистрибьюция начинает берет напрямую на фирме и отдает на прямую покупателю и вот за эту работу получает один раз 30 процентов всего представлять насколько скатился путь товара насколько скатилась цена нас появилась возможность более качественной вещи продавать по более доступным ценам вот так работали люди которые зимбер продавали неправильно фирме продавали на прямую фирму продавали на прямую но дело в том что когда человек один в принципе кирпе не очень выгоден всего два руки всего-то найти все за четыре часа в сутках но когда вот этих людей становится много когда вот таких людей становится на самом деле много то вот за эту организационную работу по созданию дают сети распространителей фирма тоже согласна платить деньги всеми на вот фирма не будет за эту организационную работу по созданию сети согласно доплачивать еще до двадцати восьми процентов от стоимости товара чем каждый сан перевод на прямую на фирме и отдают от прямых упаковок каждый раз включать на 30 процентов каждый раз или товар на прямую на фирме это это напрямую упаковку каждый раз из получать процентов чего все мы берем товар по той же цене константа 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 всем нам документы фирма подготовил под 30 процентов нашей прибыли фирм просто ведет учет деятельность каждого из нас и от создавшийся по поводу товарооборотов нам фирма что у нас стимулирует на этот организм работы выплачивать до 30 процентов от стоимость товара чем не деньги уже заложены в стоимость товара эти деньги не из воздуха берутся эти деньги все равно войдут на прибыль посредников так как мы с вами здесь единственное последнее то есть деньги дают нам почему это делается почему это делается потому что один человек никогда не продаст только продать 10 человек чем больше людей тем больше товарооборот фирме это выгодно поэтому у нас за эту работу будут благодарить фирму согласно стимулировать спасибо пока все совпадает пока все бьет совсем согласно это пока сходится все нет сходится сходится где-то что где-то 1000 человек это не вопрос вот если бы это было все так просто просто вот так может быть этим не занимался потому что вот здесь именно вот здесь появляется очень интересная грань в этом бизнесе который мы стали вы используете своем бизнесе который мы несем людям когда покажем что выход есть потому что вот сейчас постарайтесь почувствовать уже сейчас скажу следующее праздник является определяющие именно здесь появляется очень интересная грань дело в том что вот эти люди а тут может быть на самом деле очень много когда эти люди покупают на самом деле для себя то каждый день покупает все автоматически на логично в этом бизнесе появляется такое направление работы как построение организации людей каждый который хотя бы для себя когда что-то покупает покупать автоматически от 10 процентов дешевле появляется есть возможность сделать свой бизнес вот на этих 20 процентов за организационную сторону работа в этом бизнесе почему потому что один человек никогда не продаст 10 человек но 10 человек никогда не продадут столько сколько сами для себя путать тысячи человек потому шампунь это тысячи шампунь это вступает к нам продаж 1000 человек по той помаде это тысяча помадца вступает кода не продаж тысяч человек по той программе для ног программа для рук программа для тела для лица для волос для ногтей и всем 30 процентов дешевле вы еще представляете каких товар оборотов где-то речь ни с одного человека мы тебя не собираем каждый человек просто представляем возможность товар дешевле хорошо по другому другому расскажу значит так сколько стоит нормальный шампунь, который не стыдно мыться? 100 рублей 100 рублей согласны? 100 рублей нормальный шампунь? 100 рублей это 3 доллара, да? грубо так как участники этой системы мы покупаем автоматичный отрез по центру дешевле за 2 доллара 30 процентов это 3 части логично? за 2 доллара значит тысячи человек по одному шампунью и всем выгодно все за 2 доллара покупают это 2 тысячи долларов вот фирмы интересуют 2 тысячи долларов чтобы получить свои 2 тысячи долларов и на самом деле стоит 28 процентов от этих денег кто может быстро взять 28 процентов от 2 тысяч долларов? 560 долларов то есть оказывается наша организационная работа в фирме очень выгодна и за эту работу они согласно платить деньги где и понятно? я думаю что каждый из вас каждый из нас понимает что если у каждого из нас будет организация по тысяче человек то у каждого из нас пойдет речь о хорошей зарплате есть возражения? а? даже у компьютера? да яс только где взять эту тысячу? потому что как правило люди говорят а у меня нет столько знакомых у меня всего 3 знакомых все 3 коллеги и все 3 не боятся все 3 коллеги и все 3 не боятся им дали задание тысячу человек построили организацию тысячу человек они начинают решать в лоб наши всех в школе решали решать задачи разными способами они в способе решили попробовать вторым а ну попробуй третьим они в лоб ее решают где люди? они получили задание тысячу человек где люди? на улице они уходит на улице начинает руководить людей местонки разбрасывать лопшу клеить объявления давать я утверждаю что так работают дилетанты я утверждаю что так работают люди которые не понимают смысла этого бизнеса я утверждаю эх попробует chuy эту читать книгу поэтому не со суток потому что он является они существуют уже очень давно с конца сороковых лет очень многие виде уже набили своих шишков очень многие люди уже написали книги как их бизнес делается как нельзя делать, как ни в коем случае нельзя. Много-много книг написано эту тему. Там уже даны рекомендации, как кратчайшим путем прийти к этому результату. Как кратчайшим путем прийти к этому результату. Я утверждаю, что каждый из нас может построить организацию в тысячу человек, не раскидывая листовок, не давая объявлений, не хватает людей в руках на улице. Показать, как это делать? Как рекомендуют это делать теория? Как рекомендуют это люди делать, которые уже здесь набили свои шишки? Которые написали книги. Кого интересует, как это может сделать по-другому? Вот здесь я рисую, что я хочу получить, чтобы не забыть. Я хочу получить организацию в тысячу человек. Сейчас я буду показывать, как я переду это делал теорию. Потому что, на самом деле, с конца 40-го годов, на самом деле, это бизнес превратился в науку. Здесь есть свои петерии, здесь есть свои теории, здесь есть свои доказательства. Вы знаете, когда мы идем работать с врачом, юристом, донтистом, у нас даже сомнения начинают, что у нас в 6 лет учиться. А здесь мы приходим совершенно незнакомый нам область бизнеса, пытаемся с гуля, без болезни попыток чему-то научиться, добиться каких-то результатов, потом удивляемся, почему у нас этих результатов нет. Так не бывает. Учиться надо. Учить тот тех, кто получается. И так, теория убийства говорит, ребята, если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть в нем устойчивым, то вы на три поколения должны научить людей делать то же самое, что умеете сами. Непонятный вопрос, правда? Сейчас мы что-то по-другому не объясним. Ребята, знаете, я знаю, что я хочу получить. Я хочу получить тысячу человек, но я пока не буду говорить про тысячу человек. Вот скажите мне, пожалуйста, реально в этот бизнес пригласить не надо тысячу, двух, всего двух человек, реально? Двух человек, которые хотя бы себя еще это будут покупать, автоматично 30% дешево. Реально? Скажите, пожалуйста, если я это сделал, могу я их научить делать то, что я сам уже сделал? Могу я их научить пригласить их двух знакомых? Так вот, теория этого бизнеса говорит, ребята, если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть в нем устойчивым, то вы на три поколения, вы, значит, я, это значит, я, это значит, я должен научить людей делать то же самое, что умеете сами. Вы двух и их научите делать то же самое, что умеете сами. И вот выясняется, что это работа. Выясняется, что это работа. Встречаться с людьми, объяснять им, отвечать на вопросы, помогать им, это работа. Любая работа должна быть оплачена, иначе я просто делать не буду. И вот фирма Арифлейн, конкретно фирма Арифлейн, чтобы нас заинтересовать, эту работу делать, она нам предлагает с товарооборота лидеров первого поколения выплачивать нам 4% от всех денег, которые они прислили на фирму. С товарооборота лидеров второго поколения фирма Арифлейн нам выплачивает 1% от всех денег, которые они прислили на фирму. Этим ребятам фирма плачивает 4% кого они не пригласили, и 1% кого они помогли им пригласить. Этим ребятам фирма плачивает 4% кого они пригласили, и 1% кого они не пригласили. И так как в глубину. Если человек пришел вяжу вот здесь, он получает 4% кого они сам пригласили, 1%. каждый из нас находится абсолютно одинаковых условиях каждый из нас стоит на вершине своей пирамиды каждый из нас получает деньги за свою работу посвящала слову пирамиды за тебя я никогда не отрицаю что это пирамиды ну просто каждый раз я говорю что а ведь слово пирамиды не ругательное слово любая архивная структура принимает проведали в один месяц обороны государства армии завод семью просто разные пирамиды бывает в административный и сердце обороны государства деньги на держать они дают государства воин товарный тоже вместе с торговой тортами на министерство главки торги негурмальные старшие продавцы в нашей продакции для дотворных но деньги на протяжение пирамид за нужно ставить товары товар потому что есть еще третья категория пирамид финансовые пирамиды там где деньги перекладываются карман в карман где платят за количество приглашенных людей которые во всем мире запрещены потому что система очень быстро входит изучение последним несколько собирать деньги а здесь низкого деньги не собираем просто каждому человеку предоставляем товару по сможет покупать дешевле помните если вся моя команда я просто нарегистрировал там 300 человек ни один ничего не купим мне заплатят 4 процента 0 я понятен не платят за количество писаных людей не платят процента товароборота деньгами выплачет они заложены в товаре за продвижение торговых миллион долларов писал так не досмотришь где понятно казалось бы все просто казалось бы как интересно получилось я пришел сюда один я пригласил всего двух человек каждый день я получил позиции по два человека четыре каждого из них я научил позиции по два человека 8 каждый из них я научил позиции по два человека 16 опять за 5 интереса получил я пришел сюда один я пригласил всего двух человек обучил команду больше 30 может посчитать чего это говорю шага стрида что получи команду 30 человек совсем не обязательно со всеми 30 будет знакомым он как у нас основное причастие было а у меня не столько знакомых оказывается не надо просто примите хорошо известная технология я пригласил всего двух человек обучил команду больше третий совсем другие способы решил то что меня задачка у меня тесла а если прошли пучка трех и каждый день включил просить по три человека три каждого по 3 9 каждого по 327 каждого по 381 как понравится разница а разница навсего одного человека больше генетической прогрессии во-первых не генетическое одна из из каких-то математических прогрессий ну первая речь у всех новичков это генетическая прогрессия и гребет не будем спорить какая-то из архипедических прогрессий а во-вторых почему только сейчас вы увидели да потому что обратить внимание бы я никого не обманул я из рукавов ничего не выдерну просто я знаю что я хочу получить и для того чтобы получить то что я хочу я применяю хорошо известных носить закон я не кратчайшим путем потому что меня интересует не можно почитать еле четырех человек можно для пяти вот я пока очень нравится я не буду рассказывать про шесть человек я даже знаю почему потому что кажется есть другой закон другая теория теория управления который говорит что больше чем пяти человек на данный момент управлять нельзя оказывается и не надо невозможность это который больше 5 человек одновременно помните разве чего хотели вдаль тросим и пятерками геологи уходить пятерками почему потому что это оптимальное число для управления людьми и на протяжении большего количества людей под контролем одновременно оказывается больше не надо то что так если вещь я пришел сюда один я пригласил всего пять человек своих знакомых опять через на знакомых у меня есть у каждого из них есть свои дача и знакомых а я именно я помогу заинтересовать у каждого из них есть свои пять человек знакомых а я именно я помогу заинтересовать это моя работа я себе такую работу мне потом за это будут платить смотрю какая интересная вещь получилась я пришел сюда один я пригласил всех пять человек своих знакомых опущен команду фиксы считать давайте месяц считаем тихонечку не спешать 4 лет еще у меня такая просьба телеканасу что все не первый раз не буду не подсказывать то что я считаю умею даже лучше чем вы там что это 5 лет ухожу потому что когда я тут вещи я рисую и когда я спрашиваю сколько получится я хочу чтобы новички осознали о чем это речь чтобы у них жетон провалился это не обидно это не обидно потому что когда сейчас делаю вывод из этой ситуации многие регулирует нифига то и только тогда понимали о чем будет речь один мать а считаю 625 и 125 сколько будет крички 750 плюс еще 30 780 людей а вы помните что я хотел получить совсем другим способом я получил то что я хотел я даже не буду рассказать сколько будет на следующем поколении я считаю свою работу я работаю на трех поколениях согласно теории вы знаете моя работа трех поколений нас появляет четвертое поколение это моя работа семьсот восемьдесят человек и все моются все хотят быть красивыми все хотят быть чистыми все хотят чтобы от них хорошо пахло если научинах деньги не собирали просто каждая из них покупают продукцию дешевле как дистрибьютор пользоваться дешевле нравится и друзья и бизнес пошел в работе вот это называется теория бизнес для потребителей бизнес рекомендации и застану хозяйка что касается бизнеса все потому что здесь сделать помещение способность работа время по вечерам выходные встречались нашими друзьями а следующий вечера и выходные изучаются друзья наши друзья наши друзья наши друзья и бизнес пошел работать бизнес для самохозяя людей занимаясь хозяйством попутно делать бизнес серьезные люди которые привыкли мыслить горе мишелонов 5 эшелонов туда 7 мишелонов а тут у нас бизнес вагон загнал это круто а здесь ночевка ну купит один каждый для себя каждый беременоск у каждой пищи на 100 долларов деньги деньги большие за это говорили здесь денег больших нет и в теории прозвали 100 долларовый бизнес плачевка плачевка давайте посмотрим с вами что будет если каждый из этих людей сделать закупку какие-то 100 долларов через нашу организацию прокатился товарооборот то метод посчитать 7 8000 чего а мне сейчас что-то обещали вернуть кто может быстро в месяц 4 процента в 70 8 тысяч долларов 3 120 достаточно будет вместе для начала зарабатывать я не оговорился именно для начала потому что когда мы свою пятерку научили на три поколения делать то же самое что умеем сами после этого берем следующую пятерку а потом следующую пятерку а потом следующую пятерку здесь в принципе нет ограничений в заработках от любых товарооборотов которые появятся благодаря вашей деятельности фирма вам пустит четко оговоренные проценты в том же заложены стоимость товара и уже заложены стоимость товара на вашего вознаграждения когда фирма нам плачет она себе еще и отрывается и не уже заложены стоимость товара каждую баночку покупаем а там уже пять процентов заложено поддержание 4 1 4 1 4 4 1 4 4 кстати обратить внимание я пока не слова не говорим про продажи удивительные причине продает а деньги есть точно не продает а деньги зарплаты есть обычно говорят все же неправда должен продавать значит откуда деньги возьмутся это почему не считаете что мы каждый из нас каждый пускай на 30 процентов дешевле но приносит на фирму свои денежки и фирмы получаете что интересует потому что оказывается что само построение организации уже является способом распространения товара еще раз потому что выясняется что само построение этой организации уже является способом распространения товара потому что элегантным движением руки этот бизнес из бизнеса продаж превратился в бизнес стране организации бизнес-общения бизнес-обучения потому что каждый день платили за то что мы продаем продукты то что мы организовываем вот этот товароборот в чем смысл данного бизнеса создание товароборотов как лично людей откуда здесь деньги берутся эти деньги все равно ходили на рыбе посредников так как мы с вами здесь единственный посредник и приняты нам что надо делать организацию строить надо просто хорошо работать с ним который в этом бизнесе уже рассказано бездневно опробовано доказал свои действия это просто и отрабатывать 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 как это делается помогать кто то пригласил ваш бизнес потому что когда тогда зачем людей этот бизнес обид myself люди были это и подарками что он слышит шанс 22 открывшейся бизнесе я им каждый раз прошу понравился то что вы сейчас вышли понравилось есть смысл попробовать есть смысл попробовать давайте сразу договоримся что первая встреча с вашими знакомыми у вас и получится как у меня согласны и давайте сразу с вами говоримся что вы даже рассказывать ничего не будете что вы просто соберете я проеду и проведу встречу а вы просто сидите рядом и смотреть как это вы должны делать даже слова рифа не говорить и потому что я боюсь название своей фирмы просто как только скажет своим друзьям слова а я тут уже был грех то имеет тоже было в рифе тоже ничего не заработал я не боюсь вы скажете к слову рифа я уже все знают на суп и выходить продавать вы бы сказали слова я знаю подруги рукова на улице делать соляки они уже все знают если хотите все надо при плене спросите 90-летнюю бабушку просить у подъезда а нам все объяснить с кем посоветоваться со мной советуюсь я здесь специалист один раз нас просто у нас последний академик действующих с одним его очень тяжело разговаривать я ему начинаю фразами закачиваем все знают я одно словом и действиям еще одну слову и опять 10 я учился мужчина сказал знаете я знаю что в академии я вас за это очень уважаю потому что я знаю что таких званий просто так не давали и сейчас не дают но поймите вы одно вы академик в своей области а в этой области академик я если ты все знаешь что такой бедный я ничего не узнал и куда и так понравилось понравилось есть смысл попробовать есть мысль вопрос давай с тобой сразу же первые встречи со своими друзьями у тебя не получится как у меня а значит просто пригласить своих друзей я выбрать встречу просто сидеть и учись как это ты должен не делала лучше форум приглашение это просто есть тема для разговора просить свои друзей на встречу с вашим способом лучшая форма для приглашения приходи на чашку чай же ваши друзья лучшие форма для приглашения на встречу с интересным человек лучшие форму для приглашения это вот если мой фильм не зайдем у нее а если вы без наш тарушек так уж и так как он подбегает дома и причем ребята 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 как там такое там готовишь ищет шляпку займешь и смогут полслова что такое и так смесь не сдвинулся а так весь дом вышел за ним пусть ваша сам перед этим вот сам лучший форму работы в этом бизнесе это пригласить своих знакомых натравить их на вашего спонсора и пусть он выручивает пусть он убирается а вот сидите рядом и наблюдаете как он делает их вашими стрибами и мотайте на ус что нам говорит какие-то за ним дают как она их отвечает потому что потом живу я не спрашиваю ребят понравилось то что вы слышали понравилось есть можно попробовать есть мы запутать сразу говоришь первые встречи с вашими знакомыми вас не получится у меня ваша задача просто пригласить своих знакомых я провели эту встречу а вы просто сидите рядом с датьюкты вы должны делать есть смысл посидеть а ты уже весь раз посидеть а то уж потом дальше сделать понравилось то что есть мы с вами говорим что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится так как у него потому что ему мы скажем сколько слышал же дружище раз два три четыре ну попробуй сам не волнуйся я здесь рядом скобочках сидеть и молчать стараться молчать очень тяжело молчать потому что когда человек вилучил первый раз это целая песня про что пять раз падает одно и то же расскажет про что-то вообще забудет рассказать зубы спотыкаются язык заплетается но когда это же человек делает второй раз уже лечь на десятое зубов так сказать от 1000 свободного логея материал мы предлагаем людям обучение обучение на практике обучение на действие нужно пищу раз расскажем уже один раз показать приводить свои знакомых я тебе покажу как это делать и приводить свои знакомых я вам покажу как это делать за чеком просто натравливает свои знакомых на вашего спонсора и пусть только круче закушу сковородки и пусть он делает их вашим дистрибутом просто следить наблюдать то что вы слушаете на первый раз вы схватываете просто общую картину общую картину вы не всегда не сможете повторить ребятам клюну честно поможет приобрести сегодня попробовать потому что вы будете рассказывать интересно она будет слушать если мне интересно она так вот зевнет и уйдет отвернется у него для вас признано что вы рассказывать неинтересно а если будет рассказать интересно и только собакой не уйдет люди не уйдут попробуйте тренируйте когда человек слушает первый раз он схватывает общую картину когда он слушает второй раз он уже начинает у себя по полочкам раскладывать все третий раз он слушает он себя сам себя проверяет она так вот как так сюда пришел она так вот как ты сделает вывод нас через уже четвертый раз он слушает меня проверяет значит дальше надо говорить на уходить на доске попробуй сам так она идет общая картина по полочкам сам себя проверяет меня проверяет пробуется а я посмотрел заберу я уже сижу как тебе кое-что надо изменить чтобы тебе показать еще час без пищи провели еще раз попробуй все правильно у тебя получается продолжали а я пошел сказать следующего обучение показать дорогу показать методику не делать из людей раненых комиссаров не тащите всю жизнь на хребте делай сам как я сказал делай как я на самом деле я стараюсь не делается ли раненых комиссаров когда это очень тяжело представить делай как лёд показывает действие человека показывают нужно ему для минуты нужна моя моя помощь ему или не надо в чем смысл этого бизнеса понятно откуда здесь деньги берутся понятно что надо делать ясно кто вам будет помогать что у вас будет в результате бродилой работы на все вопросы я ответил нет ну как вы получите такую информацию уже можно приступать можно к работе с наследием с наследием к решение сразу то это значит что он какие то свои вопросы не получил ответы но что вам еще хотелось услышать про то что я сейчас рассказывал чтобы понять решение сразу людей жал каких собрать ну скажите временем временем конечно этих людей я же говорю о людях так что это еще не зависит от того что в 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 отвечаю и очень понравилось с вами спорить это зачем со мной спорить зачем со мной спорить наши результаты оказывается саму спорить не надо каждый человек каждый человек конечно имеет свою точку зрения и самое интересное что он имеет право потому что вся его предыдущая жизнь весь его опыт привели в таком понимание ситуации такой жизнь но я каждого ребята ваша точка зрения приводит вас тому что вы имеете моя точка зрения потому что вы хотите поедешь как день иначе не учиться в механизме или вы хотите меня научить вашей уходе получите не зарабатывать деньги так не надо со мной спорить а то вот это идея работы потому что это идея покупает бы был приговоры работаем и системы работают люди которые нам поверили вообще остальные директорами кто сейчас старец от терять что дусад привилки статистическим причем много людей но рублей потому что вопросы стоит работает или не работает по улице не стоит себе может сделать педагогов что ты уже сделали опроса и только в одном развитии Кто это сделал, вы или другие? Вы или другие? Причем, я не просто это рассказал, я вам предлагаю свою помощь. Я вам предлагаю свое содействие. Это не я, я, я буду работать с вашими людьми. Это я, я, я вам буду показывать не один раз, как это делается. Я сюда еще буду приезжать. Мы уже приезжали, еще опять приезжаем. И будем приезжать. Мы будем с вами делиться своим знаниями, своим опытом, своими разработками, своими находками, своими новинками. будем долго вас сопровождать всю жизнь до самого гроба я не давать что она говорит, всю жизнь обещала, до самого гроба я говорю правильно, до гроба, но не после него потому что некоторые люди при жизни уже идут клянусь сейчас на слово я готов помогать, кто не готов к вам саду хотят когда мы приехали в Алмату но самое хорошее знакомство там парень покупает, завод стиральных порошков а мы не без главы, чтобы ехать из этого места без контакта мы просили контакта, там мы позвонились и он нас принял, хорошо принял, стараний принял но он бизнесмен, да музыка степит на смен посетили, он нам задает вопрос, улов ребят, чего ты мне хотите? мне позвонили, что я вам помог, чего вам нужно от меня? мы говорим, нам нужны активные люди этого города что называется словом активные люди? любые люди, которые недовольны тем, как они живут это люди, которые считают, что они достойны большего это люди, которые для него готовы что-то делать но есть такие люди что он будет рассказывать? как вы сами понимаете, у нас это никаких проблем нет когда мы все сказали его реакция была, конечно, не адекватной потому что, когда он все это дело схватил он говорит где подпись наставить? я говорю какую подпись? вы же сказал, что контракт надо заключать я говорю а тебе-то это зачем? он говорит, во-первых, я бизнесмен я вижу, что есть возможность ничего не вкладывать за деньгам, регистрация стоит 140 рублей и при этом зарабатывает большие деньги почему эти деньги должны прокатить не у меня? это во-первых а во-вторых у меня много родственников пускай деньги зарабатывают хотя бы у меня просить не будут ребята, это идея работы если у вас что-то не получается на фунд этапе это не значит, что это идея не работает значит, что вы что-то неправильно делаете как сделать правильно? надо просто узнать, как это делают люди у которых это получается и повторить и повторить то, что делают они потому что, как я сказал вопрос не стоит можно это сделать или нельзя вопрос стоит только кто это делает? или банк? и клянусь честное слово я все равно найду людей что вам это надо? вы знаете, вот интересная вещь интересная вещь как-то раз читаем книгу когда написано на кого мы работаем в этом бизнесе? там выд Vlog 4 ответа подпирается 4 ответа на кого мы работаем в этом бизнесе? на фирму еще подобное с нами ganina с фирмы все равно будут продолжать свою работу если даже не на милоприжет Когда он перестанет работать с фирмой, а рефлой все равно не становится, он будет все равно прокладывать свою работу. На кого мы работаем? На спонсора? Нет, ребята. Потому что с вами или без вас спонсоры все равно не прекратят свою работу. Они этот бизнес умеют делать, они будут продолжать делать. С вами или без вас? Так лучше с вами. На себя мы работаем в этом бизнесе? Нет, ребята. Мы работаем в этом бизнесе не на себя. Мы работаем в этом бизнесе на тех людей, которые нам поверили, которые за нами пошли. Мы работаем на людей. А как то, что мы не выведем их на результаты, нам денег платить не будем. Мы идем к своему институту через их деньги. Он зарабатывает 1000 рублей, я платил 4% от 1000 рублей. Мне зарабатывает 1000 долларов, я платил те же самые 4%. Он зарабатывает 10 тысяч долларов, я платил те же самые 4%. Бизнес, в котором выгодно помогать. Бизнес, в котором выгодно, когда люди зарабатывают много. Даже чем больше они зарабатывают, тем больше зарабатываю я. Найдите мне такой-другой бизнес, чтобы ваш начальник вам говорил, я хочу, чтобы каждый месяц зарабатывал все больше и больше, и чтобы в вашем начале это было выгодно. Бизнес, в котором любовь к людям из категории нравственной переходит в категорию экономической. Помоги ближнему своему, к тебе это вернется. Бездействие это грех. Встань и иди. Ничего не напоминает. Ничего не напоминает. Неби, не охради, не обмани, не возжелай. Ничего не напоминает. Честный бизнес. Благодарный бизнес. И благодарный бизнес. Никого не обманывают. Ни с одного человека деньги не собираем. Зарабатываем сами и делим все эти возможности с окружающими. За что же фирма «Рифлей» платит деньги? Взберем? Мама, стало классным. Интересно? За что же фирма «Рифлей» платит деньги? Где мы рисовать? Кто подскажет? А вы здесь? А, монета. А там уже безлика. Переди. Как раз то, что я хотел. То, что я хотел нарисовать. Кто это фирма «Рифлей» платит деньги? Еще раз. Керамиды. Здесь, да? Нет. Нет. Вот туда. Все виды будут рисовать. Все. Нет, вы знаете, честно, мне тут жалко стирать. А вы ее напишите на рассветание. Там рядом. Три, два, три. А, знаете, что я с ней рисовал еще? Я же чувствовал, что я рад ее стирать. Потому что, ребята, понимаете, в чем дело? Ну, помните, да? Что там было внутри? Один, пять, двадцать пять, сто двадцать пять, шестьсот двадцать пять. Значит, здесь вот семьдесят восемь тысяч. Ну, я по памяти уже рисую. Вот. Вот. Но… Вы знаете, вот что мне нравится в этом бизнесе? Что на самом деле в этом бизнесе нет белой кости и черной кости. Почему? Что на самом деле в этом бизнесе этот бизнес работают из этих организаторов. Знаете, мне очень много людей уже рассказывали слава и благодарность за то, что… Если бы в этом бизнесе можно было только продавать, я бы никогда в этом бизнесе не остался. Ну, я прекрасный организатор, говорит. То, что я сумел здесь себя реализовать, мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Но дело в том, что Кима, который он сегодня придумал, я рассказал. Ребята, все это здорово, все это, конечно, интересно. Конечно, это смысл этого бизнеса, конечно, это идея этого бизнеса. Ну, давайте, пропустим. Итак, 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 возвращаемся к нашим бокам. Значит, еще раз. Вот то, что я сейчас рассказал, работает? Новички, работает? Работает? Полярус, полярус. Я, вы знаете, на самом деле это очень интересный и честный благородный бизнес, потому что я сталкивался как в литературе, что бизнес стали очень доброй. И вот если попадает в бизнес-хвалиды, то, как вот, вся группа берет под особую опеку, под особое внимание людей, которые учат, когда они помогают. Вот просто в Омске, там есть одна женщина, которая просто сидит на коляске, но она вообще без ног. И люди, вот, вот, кажечный практически пытается чем-то помочь. Как там литературе, как заказывать, помочь вам, там еще что-то. Ну, просто клиента свой перед ним когда уезжает куда-то, еще там что-то. Вот, ну, всеми методами. Попробовать встречи, помогает. То есть здесь как бы проявляется человечность людей, сущность людей. Причем, насколько прозрачно. Если человек добрый... Если нам человек нравится, он придет все слова, чтобы бы с ним еще раз встретиться. Если вам человек не нравится, мы найдем все слова, чтобы больше с ним не встречаться. Kinda в этом бизнесе приобретаете с собой совершенно иной круг общения. вы строите себе совершенно другое сейчас очень интересная вещь что если человек добрым если человек злой всем веселым организацию злая из чайка веселый все организации висим если человек сволочь все организации сволочь сам интересно будет находит общий язык каждый из вас найдет в себе людей заключается поиск людей который для вас это бизнес людей для вас есть две новости на хорошие на плохой хорошая новость заключается в том что это бизнес заключается в работе с людьми а такие люди попадаются хотите хорошую новость хорошая новость заключается в том что это бизнес заключается в работе с людьми а такие люди но как я сейчас вам успел рассказать продаж фирма была умная она сказала ребята все это здорово все это красиво конечно но что если у вас пока это организация не думал что зарабатывать не надо поэтому фирма говорит а вот если вы каждый из вас дополнительно к этой идее будете что-то дополнительно продавать будем дополнительно обращивать и вот почему-то большинство людей этот дополнительный заработка принимает единственный основной а только получает доступ к цену они чают сумки в коробку узнали мешками достали товара они не зарабатывают вот этих денег и уходит отсюда разочарованы и потому что они глупые о том что ты рассказал что три спорта солнце только один из наших заработок и основной а дополнительно дополнительно когда я в этом не говорю про неограниченность наших заработков я имею вот эти деньги вот эту работу она начинает вести встречу обычно говорит сколько хотели заработать в месяц и страшные вещи потому что этот ответ на этот вопрос казалось простой дает много информации для нас сколько вы хотели бы зарабатывать в месяц и чувствовать себя комфортно я понимаю что учить совсем все его хлеба не хватает желали говорят перед я бы тысячу баксов для начала я поймала почему-то человек кушать нормально питаться нормально степень комитом они когда мы человек 5 тысяч долларов я спрашиваю на всякий случай просто подалка взял цифру нет я знаю куда ненужный я хочу образование хороших как вы думаете с таким человеком неинтересно работать в начале года и социально очень интересный на самом деле есть такой так людей как как рентгеном просвечит потому что вот я очень часто рассказывают причем когда он пришел бы и говорит боже я так тебя всю жизнь верил очень красивым богатым чем не на противо машину дачу детей а бог ему ничего не сказал он просто взял там за спиной спинс с крицом на доберу что вы смотри а так его на берегу море с дескала свежий блондинка вся себя детишка целая точка и бог ему говорит вот это все это было предназначено для тебя вот я об этом даже не мечтал это надо мечтать надо на самом деле мечтать надо на самом деле что-то хотеть потому что говорят так хочешь перепрыгнуть через дерево и целиться в луну в звезды точно попадешь кто хочет в звезды? я тут еще есть о чем поговорить много чем поговорить потому что если вы обратили внимание пока про ютем вам ничего не рассказывал я вам рассказал оказывается теорию сетевого маркетинга потому что если поставить гастрюлю то будет центр поставить пищевые добавки будет гербалайф поставить страховки будет цель инвест подставить таблетки будет визион подставить лекарство будет энерричный ториум палата я вам рассказал теорию сетевого маркетинга но теория сетевого бизнеса говорит что за большие деньги можно в любой компании сетевого маркетинга надо только вот это создать а вот теперь сами скажите пожалуйста с каким продуктом эту организацию построить лекарство с лекарствами? с пищевыми добавками? со страховками? продукты повседневного спроса некоторые говорят одно дело строить такую организацию с эксклюзивной продукцией которая подразумевает неизвестность эксклюзивность только у нас в большом мире а что это будет? вот и так как формула 1 такой формула 3 другой дело организацию строить продукты в общем знаете вот многие некоторые сетевики они говорят так которые работают в других компаниях вообще честно говоря мне вообще жалко другие из тюков которые работают в других компаниях тоже с теми усилиями с теми затратами нервными, временные которые они там делают они в предыдущем добились гораздо больше так что работать с эксклюзивной продукцией это просто делать бизнес в китайске сначала самому себе здравой трудности что потом смешно не будет лучше всего конечно к организации строить продукты которые в жизни люди пользуются потому что меня больше всего радует со мной или без меня все равно полиции Reflaming кто бы что бы ни говорил кто бы что мы ни говорил весь все равно получается Retellen в чем несколько говорят орех, зато у нас dobre продукты у нас дорогие числи, у нас большие заработки у нас он продолжал программу 50 лаксов карман они придумали продал онasts 5 рублей лоく с каждой если мы с тобой говорим об продажах это правда а если вы словили со сетевом маркетинге мы должны очень четко понимать что нам платить деньги от цены продукта от объемов реализации сколько и дорогих продукт можно продать за месяц сколько моих началом почему-то люди не задумываются о том что самые большие деньги делаются на и ночью у нас просто для всех доступным ценам тушь и помада пудра и румяна шампун и гандалан программ для тела не задумываются что на самом деле соль и спички туалетная бумага и молоко хлеб соль и вещь самый большой вообще так все бизнесы они делятся в какой-то пропорции я знаю что во франции есть такие духи так называемые кладко инстаграм в программе это бизнес и социальные и какие маяк походу есть и социальные и тонн широкий слайд связи с целью на ниши с вами населения например а могу соберите придумка без для нищих а нормальные люди не едят на ходу студенты прохожие какие-то выборы прибыли дают не за счет сны продукта за счет объема реализации снять батареи флэнтуры у нас и косметику для широких слоев населения насколько информация грибов движется программ для владежи для владежи сам там нет ни подпитки не увлажни ничего не надо только краска увлажняющая помада само слово увлажняющий что-то говорит матовый жоргане люкс о чем-то говорим люкс каждый человек зависит своих возможностей зависит потребность может быть ассортимент для широких слоев населения то же самое по кремам тоже самое что если у меня женщина 60 лет берет извините продвиженс и тоже не дам девчонку с нас лет берет программу максимум не только и не претензу я не дам но потом что лучше косметики подкушают лететь и нашли хлеб водка водка методом сетевого уложения очень представляете обязательно за руку каждому два ящика в месяц я не знаю сколько но ненадолго через три месяца всех кашников белогорячих так тут белые столбы да как тут называется Так, дальше мы порисуем платить деньги. Значит, самое первое, это 30% с розницей. Берем на филе по дольцине, отдаем под рукой. Все эти цели подготовлены фирмой, причем это не спекуляция, это не нажива. Наконец-то. Где вы взяли? Спасибо. Может, еще раз поговорим? Спасибо, ребята. Есть такой анекдот, это самое. Три Багдария идёт к Парижу. Ну, спортом, это его башня, триумфальная арка, пересейские поля. Адрин Д'Артанян бьет, бежалки, зацепил его с плечом. Как мне разведено? Парку тоже плечом. Я взял ему слева ручки, борт в плече, тут спыль покатился, скакивает перчатку, снимает ним в полу. Я могу еще не принимать. Слушай, ты, гад, давай, что-то два делать. Это он тебя на туели вызывает. Куда-куда? Может, ему с правой руки дать он кушушок снимет? Дерек, вот это у тебя на туели. На поединок, значит, вызывает. А-а-а, на поединок, ну, становится они в поздраве против друга. Я Мурмин заслезил боевую палец, он постоянно снимает свою шпану. Потом друг шпану встакает от земли, подходит на Лея Мурминца, у него вроде крестик рисует белым. А-а-а, Лея Мурминец не догоняет, говорит, слушай, Попович, а че это он? А-а-а, я думаю, это он тебе показывает, куда бить будет. А-а-а, ну, добрый, возьми-ка пригрыш юмела, обсыпь кост ног до головы, коня, коня не забудешь. Смотри, как коня не думела посыпать. Покажите. Сокращенный вариант, да? Нет, я рассказываю дословно. Ну, коня, коня не забудешь. Ну, конь вот так, конь не забуд. Они все поняли. Да? Спасибо. Че ты снимала, они тут рассказывали? Я поймала вам, время трудно рассказывать. Переводить? Переводить. Я не понимаю, а переводить трудно. А вообще юмор тоже непонятный, да? Конечно. Ребята, вы представляете, у вас есть кому помогать, у вас есть кого пекать, у вас есть кому беспокоиться, у вас есть кем интересоваться. Это вам интересно стало. Я надеюсь. Итак, тридцать. Причем фирма Алифлей очень хорошо подготовила схождение на российский рынок, она поняла, что есть много людей, желающих, раду, могущих, хотящих, но у которых нет денег, чтобы выпустить первого заказа. Заказ собрал денег нет, чтобы выпустить его. И фирма Алифлей, скажем, человеку, который начинает с ней работать, заставляет нам возможность работать в кредит. Брать продукцию. До двухсот долларов в мгновение. Первый заказ восемьдесят долларов, второй – двести и больше. Следующий, каждый следующий. Как только рассчитались? У нас, вообще, в Новосибирске был рекорд поставлен. Одна женщина за один день внедрилась в три раза в пользу с кредитом, по двести долларов. Сибиряки вообще этого рода. Она просто в встречах собрала заказ, в утро приехала, получила, пока раздавала, забрала еще, погасила, взяла еще, пока ехала, раздавала, собрала еще, и не получилась. Один день – это рекорд. На шестьсот долларов она продала за одни сутки. Так, умножить на тридцать процентов. Сколько будет? Шестьдесят. Уйо, да? Уйо. Бля, по-моему, сравним с закладкой, да? Причем, чтобы собрать такой заказ, кому-то нужна неделя, кому-то нужна три часа. Сколько раз по шестьдесят долларов вам надо? Ну-ка сами себе назначьте зарплату. Начальников нет, подчиненных нет. Сами себе назначьте зарплату. Вам нужно, наверное, пятьдесят долларов, вы знаете, что надо делать. Вам нужно триста долларов, вы знаете, что надо делать. Вам нужно пятьсот долларов, вы знаете, что надо делать. Или так, ребята, или вы сами себе назначите зарплату, или за вас это сделать другими. или вы сами найдете, чем вы будете заниматься по жизни, из-за раз, из-за раз, из-за других. Но это еще не все, это то, что люди ленивые. Я сам еще ленивый человек, который в спиртгруппе общает. Но я собрал заказы на 50 долларов, 30% заработал, 15 долларов. Сижу, пью, пью. У меня фирм спрашивает, что ты чего не работаешь? Кстати, на 15 долларов здесь можно пью пить, нет? Не можно. А почему женщина? Я говорю, что это не знаю. А почему мне? Я мужу кому-то задал вопрос. А почему это нужно? Значит, 15 долларов может пьем пить. Значит, я сижу, пью, у меня фирм спрашивает, что я работаю, человек говорит, зачем где-нибудь есть. Как мне заставить работать? Начальников нет, еще юных нет. Приказ по офису повесить, да? Полудня работает. Как мне заставить? Вот что я придумал, или как? Деньгами. Они говорят, ребят, 30% это святое. На фирме взяли под одной сеть, отдали под другой сеть, 30% сразу в карман. А вот чтобы вас заинтересовать, работают лучше и больше, мы говорят, вот что придумали. Из тех денег, которые вы сдаёте на фирму, часть денег вам в конце месяца будем возвращать. как премис в грошу работу, в зависимости от вашего товарооборота. Сколько? От 3 до 21% идёт возврат с личных объёмов продаж. Деньгами. 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 На растающем итогу с первого часа по 31-го подсчитывать всё, что мы скупили на фирме. Потом у них есть специальный таблик, сзади, сколько вам вернуть. От 3 до 90%. Как это делать? Значит, набрали 200 баллов. Набрали 606. Вот так вот, вот так вот, 1200, 2400, 4, 600, 10 тысяч. 21%, Так, 10 тысяч баллов? Значит, Почему вообще в баллах считается? Потому что фирма работает в 65 странах, ребят. В 65 странах. Дретья драку, туцель лиры, швеции кроны, российские рубли. В чем считают наши активности? Они вводят условные единицы, баллы бонуса, которые считают так, один балл полдоллара. Вот 200 баллов – это значит 100 долларов. 10 тысяч баллов – это значит 5000 долларов. Вот добавили 5000 долларов товарооборот, вам фирма возвращает 27%. Кто может быстро взять 27% от 1000? От 5000 долларов? От 5000 долларов? Я сказал, в новички ищет. Пятая часть. Пятая часть от 5000 долларов – это штука. Максимальный там 20 долларов, самая большая цена. Нереально, брат. Фирма говорит, и не пытайтесь в одиночку. Фирма тоже прекрасно понимает, что в одиночку это трудно. Они говорят, и не пытайтесь в одиночку, потому что, оказывается, таблиц может двигаться по полному ее продаж. Они говорят, ребята, приглашайте вот бизнес людей. У вас вообще есть люди, которые хотели бы сделать приятное? Которые хотели бы дать возможность зарабатывать деньги? Пусть они зарабатывают 30%, пусть они зарабатывают от 31%, потому что вам за это тоже будет платить. деньги. Просто поделитесь это возможностью с другими. Не пытайтесь все продать в одиночку. У нас много продукций, на всех хватит. Отношайте все друзей и знакомых. Потому что мы за это тоже будем платить деньги. от 21 до 3% возврат групповых объемов продаж. Что здесь имеется в виду? Чтобы это пояснить, мы останемся рисуем вот такую картинку. Предположим, мы пригласили вот бизнес в 6 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот я сам. Это я пригласил 6 человек. Так, кстати, когда вот я про этот человек рассказывал, как вы думаете про кого это рассказывали? Как вы думаете? Я про себя рассказывал, нет? Про вас рассказывал. Я про вас рассказывал. Потому что это вы должны пригласить своих первых 5 человек. Это вы должны их научить на 3 поколения. С моей помощью. Это благодаря вам фирма получит идет 7,8 тысяч долларов. Это вам она будет 3,120. Я про вас рассказывал. Итак, пригласил. Я пригласил. 6 человек. Ну, где старый слово «я», мы старый слово «я». Представляете? Тоже слово «я». Договорились? Вот. Ну, что я сейчас расскажу про саму теорию. Так, каждый из них, каждый из них сам идет на фирму, кстати, ударный 27. Знаете, ударный 27? Все. И каждый берет то, что ему надо. А фирма идет учет, деятельность каждого из нас. Ага. Он что-то взял, у нас там где-то в месяц. Он еще что-то взял, он что-то взял. Он что-то взял, он что-то взял. 31 числа фирма по двойной чертой говорит. Такой человек за месяц выпал товар на 300 баллов. Когда я говорю про баллы, я говорю про деньги. Это 150 долларов. Этот человек на 700 баллов. Этот на 7000. Этот на 4000. Этот на 20 баллов. Это вообще ничего не было. А этот на 200. Ну, все как в жизни. Кто-то работает, кто-то очень хорошо работает. Кто-то кое-как, кто-то вообще ничего не делает. Все как в жизни. Все возможные варианты рассмотрели. После этого компьютер фирма обращается к адресу. 100 баллов. Смотрите на таблицу. Больше 200, но меньше 600. 3 процента. Этому человек возвращает 3 процента. От тех денег, которые у вас нет на фирме. Время за хорошую работу. 700 баллов. Смотрите на таблице. 6 процентов. 7000 баллов. Трички подсказывайте. 18 процентов. Все правильно. Компьютер считает мгновенно. 18 процентов. 4 тысячи. Не вижу. 15 процентов. Ничего. Не вышел на школу. Только заработал с вами. 100 процентов. Все. Мало бы работал. С этим ребятами разобрались. А как быть с этим? Если бы он работал в одиночку, у него было бы всего 200 баллов. Это всего 3 процента. 2 процента. Вandonе председании. 1. Вдохновенный. 1. Вдохновенный. Вдохновенный. 2. Для него вводится понятие групповой объем продаж. Все заказы его организации на нем суммируются. 300 и 700 тысячи. 7. 7. 8. 8. 12. 12-20, 12-220, но самое главное, что больше десяти тысяч. Что это означает? Это человек, его работу выбрасывать на 20%. Понимаете, вот тут начинается разначение. Это его команда выбрасывать, ничего подобного. Не было в ходе, не было бы этой команды. Это его работу выбрасывать. Понимаете, да? В этом бизнесе, на самом деле, вы столкнулись с такими вообще вещами. Вы знаете, что такое? Ты приглашаешь зарабатывать деньги. Я знаю. Знаешь, что я приглашаю зарабатывать деньги. Но ведь и ты тогда в результате мою работу будешь зарабатывать. Я лучше сам зарабатывать деньги, но тебе не дам. Действительно понятно, да? Ребята, и так. Я зарабатываю только в одном случае. Что означает 25%? 25% означает, что от всех денег, которые были сданы на фирму, 21% возвращается обратно к нам, на наше вознаграждение. В сеть. От этой суммы 21%. От этой суммы 21%. От всех денег, которые были сданы на фирму, 27% возвращается обратно к нам, на наше вознаграждение. Но, вот от этой суммы вернули 27%. Но этот человек вышел всего на 3, он и получает свои 3%. А вот эта вот разница 21-3. 18% куда их делать? Чтобы благодарить его заработку с этим человеком. Человек вышел на 6%, он и получает свои 6%. А вот эта вот разница 21-6. 15%. Спонсору, чтобы благодарить его заработку с этим человеком. Человек вышел на 18%, он и получает свои 18%. А вот эта вот 3%? Спонсору, чтобы благодарить его заработку с этим человеком. Отсюда 6%. А это не ему. Это же он вышел. Вот этот человек вообще ничего не получил. Но на его закупку фирмы тоже сбросил 20%. Весь 20% идет с ПОМСОМ. Вот здесь, ребят, конечно, интересно. Так, Сталин. А ну ладно. Знаете, а ты еще в таком услышите? Глава дома идет. Я один раз вообще чуть-чуть в оборот не упал. Я вообще долго не понял, что он меня спрашивает. Потому что он говорит, Владовик, я здесь получаю у вас, у вас здесь 15, правильно? Ну, что получается? 18% плюс 15, плюс 3, плюс 6, плюс 2. Это та же ваша сестра получается. Еще раз. Некоторые говорят, здесь я получаю 18%, здесь 15%. А здесь у 3 каких-то. Я говорю, вот таких буду набирать. Я говорю, про что дело? Нам платят не проценты, нам платят деньги. 18% от этой суммы. А 3% вот от этой суммы. Смотри, даже 21% от 10 долларов. Гораздо меньше, чем 3%, но от 3,5 тысяч долларов. Это маркетинг кущему нужно заставить, очень хитро. Чем больше зарабатывают люди, которых вы пригласили, тем больше платят нам. Кстати, кстати, вот за этого человека мне тоже платят 20%. Но даже 21% от нуля, это будет только... Логично? Нам не выгодны люди, которые не зарабатывают денег. Нам не платят за количество подписанных людей. Я этому человеку подойду и скажу, знаешь, что, мне не нравятся твои заработки. Чем я тебе могу помочь? Слубизн, да? Чем я тебе могу помочь? Через неделю к тебе еще раз подойду. Мне не нравятся твои заработки. Чем я тебе могу помочь? Через полгода я к нему еще раз подойду. Через полгода я другой. Я ему совсем все по-другому все это расскажу. И он меня же еще и сделает виноватым. Чем я же сразу так тебе рассказал? Я говорю, раньше сам так не уйдет. Он говорит, так я же понял, что здесь надо делать. И он быстро-быстро собирают команды, которые в сумме им дают мне тоже 10 тысяч. Дать сами процедуру. У него 27%, у меня 27%. За что боролись, на то и напоролись. Научил мы свою голову. Разницы в процентах нету. Что делать? Палку в колесо вставить. В последнюю днюю в офис не пускать. Ну, хоть что-то с него получить. Ногу ему сломать. Но выжданные будут фирмы. Фирма заинтересована, бросит товароборот, я буду сейчас палки в колеса вставляю. И поэтому фирма говорит, ребята, а вот с таких людей, которые тоже выше на 27%, мы вам будем отдельно доплачивать, а не предлагать четвертый вид заработка, 4% от всего объема продаж 20% группы первого уровня. Мне это говорят, ой, молодой, 4% каких-то, а там 30%. Я говорю, ребят, 30% от какой суммы, а 4% от всего объема продаж 20% группы. Она не будет группы, пока не наберет 10 тысяч баллов. А 10 тысяч баллов – 5 тысяч долларов. А кто может быстро взять 4% от 5 тысяч долларов? У кого компьютер есть? 200. Есть и уйо, за каждую группу. За каждую группу. А у нас на фирме есть люди, которые в таких группах уже больше 30. В общем, я говорю, минимум 300 долларов. Потому что мы говорим про 10 тысяч баллов. А если вы говорите мне 100 тысяч баллов? И все равно 24%. За одного, когда найденного человека их выращено. А там, где-то у нас есть такой сапфиру. Вот так сапфируют. А там сапфируют чуть-чуть повыше. Вот она подходит, говорит, Дамилка, где-то подумала и решила, я тебя вгоню. А Дамилка, мне больше все понравилось, что у нее это было естественное движение. То есть она так вот, не раздумывая, без малейшей паузы. Она вот ставит чашку, поворачивает голову и говорит, чем я могу тебе помочь? Она говорит, ну, Дамила, извини, я пошутила. Я пошутила. А Дамила встает и говорит, а я не пошутила. Что я могу сделать, чтобы ты меня обогнала? Ты говорит, представляешь, сколько я буду денег зарабатывать? Я говорю, что вот говорите саму идею этого бизнеса. У меня один парень сказал, говорит, Володя, мне, честно говоря, вообще-то по барабану, буду я зарабатывать или нет? Мне важно, чтобы начали зарабатывать те люди, которые мне поверили. Те люди, которые за мной пошли. Вы знаете, вот этот парень схватил самую главную идею этого бизнеса. Самую главную идею этого бизнеса. Мне все равно буду я зарабатывать, я не буду. Мне самое главное, чтобы вы начали зарабатывать люди, которые за мной пошли. Которые мне поверили. Потому что он на самом деле четко схватил идею, что чем? Что мы к своим долгам идем через их деньги. Мы идем к своим заработкам через их заработки. Их заработки идем к своим результатам через их результаты. А, кстати, ну так, потом под ними тоже пойдут 20%-ники. Причем, надо еще вот так пойти, потому что кругом одни волки. Все хотят только зарабатывать. Да, 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 да. Вот, глянь, да. Оказывается, мне это тоже выгодно. Потому что мне предлагают фирмы пятый вид вознаграждения. Один процент за второй уровень 20% групп. 0,5% за третий уровень. 0,25% за четвертый уровень 20% групп. Мне так говорят, ну уж здесь-то точно в четыре раза меньше. Я говорю, казалось бы. Потому что за эту группу мне платят всего 4%. А вот за каждую из его групп по одному проценту. А там такие группы может быть до 40. Здесь, в принципе, всего в два раза меньше, но такие группы может быть до 40. Поэтому вообще, понимаете, о чем речь идет, да? Чем глубже взрываемся, чем дальше в лес, тем больше денег. Все зеленые. На самом деле, потому что мы 30% получаем по курсу Сатарабанга. Сейчас курс 30, мы получаем 50% по курсу 30. Будет курс 50, мы получаем деньги по курсу 50. Мой курс 25. Опять же, я даже не разбиваю вот эти как отдельный вид заработка. Здесь еще вид шестой. Потому что, знаете, фирма поняла, фирма поняла. Они статичку ведут. Компьютеры, они там программу специально вставляют. Все мы с вами прозрачные, как это самое, как на стеклышке. И они видят, что если человеку в первые 30 дней не помогли, спонсоры, которые более опытные, не помогли сделать заказ, то человек, как правило, заказ больше не делает никогда. И поэтому они, чтобы нас немножко стимулировать, помогать делать людям первые шаги, первый раз план заказа заполнить, первый раз очередь отставить, первый раз получить и проверить. Они там от одного до четырех процентов доплачивают за количество новых людей, которые сделают 75 баллов. Ну, как это делать? Это потом будет. На занятиях пройдете, хорошо? Если там есть определенная строгая технология, вот еще есть мою изограждение. Кар-е-ра. Вот есть у нас сегодня карьеристы? Есть, как-то раз. Не понял. Еще раз говорю. Есть в этом зале карьеристы? Это знаете, как-то раз Табила проводила занятия, она приносилась обратить на к лидерам. Знаете, народу все больше, 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 уже в зале помещаемся. Она говорит, ну, ребят, давайте чесненько такую встречу будем, семейную рыбу, ну, так, самых лидеров, вот, отберите мне. Вот, собрался человек 30, наверное. Табила говорит, что-то начинаем говорить, я все как в тему, начинаем говорить, я все как в баллоне. Начинаем говорить, конкурент с ним. Табила говорит, я тебя не понял. Я просил собраться одних лидеров. Кто считает себя лидером? Ну, поднимите руки. Еще раз. Она говорит, а что с тобой не сделала? Я просил собраться одних лидеров. и потом делает классный вывод. Она говорит, ребята, знаете, чемпионами олимпийских игр становились немногие, но только обязательно те, кто в это верил. Если вы сами не верите, что вы лидеры, как вы этим убедите других? Если вы сами не верите, что вы лидеры, провалите меня на эгонист. Ребята, знаете, вот выясняется, что все эти виды вывода должны оплатить за разные виды деятельности. Почему я про коррелистов так сказал? Ребята, потому что я считаю, что коррелисты – это хорошие люди. Коррелисты – это люди, которые согласны что-то делать не только ради денег, а ради признания. Ради признания своих результатов, ради признания своих трудов, ради признания своих... И фирма «Рифлеем» осуществляет нам такое признание. И это признание подтверждается званиями, это признание подтверждается значками, это признание подтверждается подарками, это признание подтверждается деньгами, потому что за каждую ступеньку нам фирма присваивает и выплачивает премии. Директор – тысячи долларов. приблизительно почему она начинается от 500 долларов и 5000 хочу быть драгоценным директором потому что я простой директор получаю больше чем ваши сапфирует сапфирует 4000 у меня 5000 сказал приблизительно 1000 долларов потом пока вырастешь ты группа что такое группа тоже вышли на запросы одна и вот или второй темы помогли у вас две группы назвали золотым директором ура 2000 долларов если четыре таких групп у вас фирм называется от фирмом директором 4 пищеварка простая тысячи долларов за каждую группу что является приблизительно месячные зарплаты на этом уровне потому что пока вылезли шесть групп там что такое количество людей переберешь там уже идет речь от нас алина 6000 концерт я знаю таких людей которые зарабатывать фирма если по 6 тысяч долларов и больше в месяц здесь в россии машина и с вами как интересная вещь нас оказывается фирма благодарит 2 человека 4 человека 6 человека 9 человек 12 человек 16 человек 20 20 человек 30 40 человек не пол новосибирску не пол россии всего 2 человека всего 4 всего 6 цифр реально вы едете за границу за счет фирм перелет проживание питание все за счет фирм люди которые готовы делать что-то не только ради денег затем честно говоря вот на самом деле сейчас 26 мая амире парижаевы будут вручать чек на 75 тысяч долларов вот на прошлом месяце закрыли квалификацию как вы думаете как вы думаете нас вот у нас в Москве там никто говорит ну что ребят вы закрыли квалификацию какого хрена он что он несет в Новосибирску мы же ее уже закрыли что нас заставляет работать а желание надо нет 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 там мы скорее всего наверное так потому что это на самом деле бизнес человеческий лиц с вами то что мы закрыли сказал он может иметь право передохнуть да мы здесь а мы опять делаем то же самое один раз мне говорит представь записку ну вот это не было бы уже говорит золотые исполнительные директоры там здесь ну 50 тысяч уровень а чем вы сейчас занимаетесь вы сейчас отдыхаете да ничего больше не делается вы же забрались на вершину пирамиды собрались на вершину пирамиды ребят вы знаете я даже не знаю как это сказать на вершину пирамиды невозможно забраться мы можем только создать некоторые считают что это бизнес первых ребят чушь собачьи не бизнес первых бизнес умел потому что там его на фирме 70-й номер а где ставлю что девчонки мы пришли еще раньше если у нас сейчас добил опять всю нашу организацию мы ее сейчас нуля повторим потому что мы это умеем делать лишнего доказательства не бизнес первых это бизнес умел в общем многие люди были вместе с нами да в начале в шестом году где они сейчас но их уж нет ведь это лечь и вот выясняется ребята что все эти виды выплат наплатят за разные виды деятельности первый пункт наплатят за продажу второй пункт наплатят за объемы этих продаж третий пункт наплатят за приглашение людей это совсем другая работа это совсем другая техника это какой смысл методики другие мы просто приглашаем людей в фирме это выгодно поэтому нам надо платить деньги за обучение людей за обучение людей потому что у нас уже появились лидеры у нас уже появились люди которые группу создают с 10 тысячами баллов которые умеют уже работать с людьми которые дают фирме товароборот ежемесячно 5 тысяч долларов за то что наши лидеры становятся учителями уже под ними пошли 20% группы если мы лучшие мы учителя чем выше на первом году потому что выясняется что вот эта вот работа самая высокооплачиваемая помните как он говорил про бизнес учителей бизнес учителей обучать людей зарабатывать деньги чем у нас лучше получается тем больше мы требуем и чем больше мы ценность для рынка представляем тем больше у нас зарплаты чем больше людей благодаря нам заменили свою жизнь тем более высоко у нас фирма ценит так я вас призываю быть нужными быть полезными полезными потому что понимаете в этом бизнесе на самом деле у нас нет рычагов ни экономических ни административных мы не можем человеку приказать мы не можем его уволить мы не можем его наказать мы не можем его лишить зарплаты вот какие у нас рычаги интересные какие же у нас мер воздействия на людей а пример лично раз еще что нет нет честно говоря я думаю абсолютно второе решение свободное денег сейчас наша нужность наша выгодность для людей если мы для людей выгодны если бы обсуждать общение с нами они получают какую-то пользу они будут нам идти они будут нам тянутся они будут выполнять то что мы рекомендуем потому что ребята поверьте мне пожалуйста что ваши спонсоры заинтересованы в ваших заработках чтобы они вам не посоветовали чтобы они вам не порекомендовали если вы даже что-то не понимаете делайте как они говорят потому что вы потом поймете потому что они заинтересованы в ваших заработках чем больше вы будете зарабатывать чем больше будет зарабатывать ваши спонсоры Я сказал. Спасибо. Снегурочка. 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 Давай, давай, Дамила, вперёд. Дамила, Дамила, Дамила. Ой. И вы поняли, что он тут вам наговорил, да? Ребята, вы знаете, спасибо большое, что вы выдержали. Я прекрасно понимаю, что вам здесь жарко и душно. У нас действительно осталось несколько часов забывания на Новосибирской земле. Что бы мой муж вам не рассказал, очень сложно за сколько там, за пару часов рассказать то, что мы людям рассказываем пять лет. Ни один институт не даст вам программу пяти лет за два часа. У нас есть что вам рассказать. Я просто могу своим именем, видит Бог, оно мне очень дорого, сказать вам, что это очень порядочная компания, что это очень добрая компания. Ну что такое пять долларов за возможность навсегда изменить свою судьбу? Вы просто поверьте, пожалуйста, что есть люди здесь, в России, здесь, в Новосибирске, которые, следуя нашим рекомендациям, что-то изменили в своей жизни. Я очень волнуюсь, когда я вижу первый раз людей. Уж не потому, что мне вам нечем сказать. Потому что я знаю, что в результате того, что человек услышит, его жизнь может измениться навсегда. Или не измениться. Но я смотрю гораздо дальше. Сегодня в этом зале находится... Ребята, вас достаточно много. Отсюда сейчас вы увидите, вы пойдете к людям. Я хочу вам просто передать свою уверенность, что то, что вы говорите, это правда. Именно здесь, в России. От желания выжить, накормить досыта детей. Мы просто стали что-то делать. Если бы мне кто-то там в 96-м году говорил, что будет золото, глянт, Америки, я бы просто расплакалась. Посчитала это очень неудачной шуткой. Ребята, я здесь. Я перед вами. И прошу понять меня правильно. В этом зале сегодня находятся люди, которые даже не говорят. Я не могу у них спросить, почему и кого они поверили. Но они здесь. Вы их видите. Вы прекрасно понимаете, здесь нет камер. Они что-то хотят изменить в своей жизни. Они хотят быть счастливыми. Их уже много. Простите меня. Я просто мой низкий поклон и уважение к ним. Если они это могут. Да вы просто преступники. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы можете говорить и быть счастливыми. Они все равно пойдут к людям и что-то будут пытаться сделать. Ребята, я не хочу вам сделать больно. Может быть, хочу. Вы меня поняли, да? Это бизнес эмоций. Давайте просто им поаплодируем. Это не важно, что они нас не слышат. Но они здесь. Вот так этот бизнес делает. Мы просто идем к людям и что-то им рассказываем. Нам или верят, или нет. Нам поверят в одном случае. Если мы говорим правду. Если у нас репутация порядочного человека. Если в результате нашего общения с людьми люди начали реально зарабатывать. Ребята, что вам сказать? Я, наверное, скажу вам то, что я попытаюсь сейчас нескольких слова сказать 26 мая. Просто когда я буду благодарить свою организацию, может, вам говорю, нет, в нашей организации наверное порядка уже 200 тысяч дистрибьюторов. Многие из них действительно меня видны только в журналах, картинках, на фотографиях. Ребята, когда я буду говорить спасибо Сибири, здесь есть мои дистрибьюторы. Это ваш труд. Вы знаете, мы гораздо больше мирового другой. Многие говорят, я, мой, русский, я, Россия. 10 мая делегация России летает в Испанию. Дело в том, что компания Reflame, по-моему, единственная компания на территории России, июня, а? 10 июня, простите. Компания Reflame, по-моему, единственная из этих компаний, работающих на территории России, которая два раза в году бесплатно отправляет своих хорошо работающих, и в того, за границу. В прошлом году у нас, например, была Америка, Франция. В этом году уже в январе мы были в Индонезии, сейчас в июне Испания. У любого человека, сидящего здесь, я повторю, у любого человека, сидящего здесь, есть возможность в ходе следующего года поехать бесплатно в Испанию. Поднимите руки, кто хочет бесплатно на неделю. Ну, я ее успела! Чего? Хотим. Вы знаете, что-то, не кто-то в виде старой, да? Когда две женщины предоставят, а что она там уже была? Нет, я уже один раз хотела. Ребята, мало хотеть. Ребята, нужно что-то для этого сделать. Ну, подумайте, ну, ведь это элементарно просто, да? Взять наш подход, в чем каждый из вас будет говорить то, что считает нужно. Ну, расскажите об этом людям. Вам скажут или да, или нет. Но если люди вам поверят. Ребята, ну, вы-то знаете, что вы говорите правду. Но мы есть. Мы сделали это здесь, в России, когда нас уже приглашают работать за границу. У нас говорили, нет, Россия будет первой. Ребята, я хочу все-таки закончить свою мысль сейчас, 11 июня, когда мы будем в Испании. И весь мир, слава тебе, Господи, это 67 стран, алифлейм, весь мир будет аплодировать на одно маленькое слово. Рашин. Ребята, я безумно счастлива. Между прочим, это Рашин. У вас есть возможность быть вместе с нами. Я понимаю, что много вам что могут рассказывать, но вы знаете, за 5 долларов, изменит свою жизнь, изменит жизнь вашего окружения. Я могу очень много вам приводить различных примеров, когда мне говорят, откуда я беру силы, или почему я работаю. Ребята, мы только что сможем вернуть все значки. Когда мы зашли в зал, в зале 99% мужчин. Вот немножко было не очень мощно, да? 99% мужчин. А потом, когда я их спрашивала, почему, почему вы? Они говорят, а у нас мужчина, это добытчик. Мужчина, это защитник. Мужчина, это человек, который обеспечивает семью. Ребята, вы обратили внимание, мы с мужем рассказываем совершенно по-разному, да? Ну, как бы я, я уже говорила, что женщина, это душа, это его, это сердце. Мужчина, это логика, математика. Ребята, мне легко сможем. Я безумно счастлива, что за мной стоит мой муж. И вы знаете, наверное, любовь, терпение. Неважно, что нас привело к этому успеху. Начали мы очень тяжело. Две недели меня муж уговаривал. Очень тяжело было. Я точно фломата, я пианистка. Ну, поймите, ну, какие кошелки, авоськи, мочалки. Ну, мне тяжело было. Он офицер, подпорковник. Как я говорю, космос и косметика. Ребята, да? Очень похоже. Да, 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 да. Это немножко разное. Очень было тяжело. Ребята, ребята, мы корневые дистрибьюторы компании, в статусе человек, я осталась одна. Ребята, вам легче. Если бы нам кто-нибудь в 96-м году вот это рассказал, Господи, сколько больших мы избежали. Самое первое. Вы знаете, когда я получила первые деньги в компании, ну, поймите, вот полгода муж не платили зарплату, да, друг походу деньги? И деньги совершенно сумасшедшие. Вот все, что шевелилось, я орицей, 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 орицей. Господи, какая же это была ошибка. Да не надо это людям. Вы знаете, у меня теперь жесткое правило. Если человек говорит, не верю, я прекрасно его понимаю. Только мы не надо, гербалак-то чертят что. Я с ним продолжаю работать. Если человек говорит, не хочу, я уважаю его выбор. Ради Бога, оставьте его в покое. Но не хочет человек, вы знаете, вы будете тоже потрясены, но некоторые люди ничего не хотят менять в своей жизни. Их устраивает. Иногда я могу сделать больно, если у меня человек нравится. Если у меня человек нравится, я могу сделать больно. У вас устраивает, как вы одеваетесь, как одеваетесь ваши дети, чем вы питаетесь. Вы можете на все лет отправить своих детей на море, фрукты, ликдосы-то накормить? Иногда становится людям больно. Я что ли люблю своих детей больше, чем вы? Почему моя дочь может получить прекрасное образование английское в Англии, хотя бы стажироваться? Почему я могу детей отдать заниматься спортом? Маленькой малышке сейчас 9 лет. Я посчитала, я плачу 400 долларов каждый месяц. Ребята, мне еще нужно 35 тысяч долларов, для того, чтобы девочка закончила образование. Я спокойна. Это такая страна, где никогда им нас не бонясь. Я имею в виду тем запостатам, которые там хорошо живут. Ребята, они все такие спокойные, такие халеные. У нас с вами то кризис, то президент, то курс доллара, то... Ребята, мы чувствуем, мы с вами все время боевой готовности. Ребята, я хочу, чтобы вы стали богатыми. Это хочу я. А что хотите вы... Простите, я просто сегодня много лист, свеженок. Позвольте, я вам дам это упражнение. Я очень люблю его давать. Если я сейчас любому сидящему здесь человеку задам вопрос упор, сколько вы стоите, я бы еще поставлю вас неловкое положение. Просто, может быть, вы об этом не задумывались, потому что вся наша жизнь, в нашем государстве, за нас кем-то была решена. Детский сад, школа, ПТУ, каждый день на работу, субботу, воскресенье, раз, два, отпуск, ну и так далее. За нас кто-то решал, потому что, если вы обратите внимание, в Советском Союзе как бы не было государственных органов, которые готовят руководить. Ну, пожалуйста, ПШ, да? И все, остальное все кем-то решалось. Поэтому мы с вами не готовы к самостоятельным действиям. Поэтому я ставлю вопрос по-другому. Сколько вы хотите зарабатывать? Некоторые люди говорят, некоторые люди не говорят. Но, как правило, я вам очень рекомендую задуматься, сколько вы хотите зарабатывать? Не ради денег, а ради их возможностей. Для этого вы берете чистые бумаги. Сегодня дома меня рядом с вами не будет. Если вы страны пишите все, что в этой жизни хотите. Квартиры, кроссовки, операция, помочь родителям. Ребята, ну это ваша жизнь, ваши проблемы, да? Так как люди все очень очень взрослые. С правой стороны напишите, пожалуйста, сколько это стоит. Вот и все, вот и будет и так вот. Это сумма, которая вам необходима на сегодня. Если вы такой же список составите через год, то что-то вы заработали, какие-то дыры золотые. А дальше открывайте план успеха компании. Я не буду сейчас тратить на это время. У нас только в виде вознаграждения. Только в виде вознаграждения сумма от 1000 долларов. До 100 тысяч долларов. Ребята, это огромные деньги. И не только для России, для любой страны мира. Единственное, чем я отличаюсь от вас, мне никто не посмеет сказать, что это невозможно. Я сделаю это здесь, в России. А кто вам мешает? Вопрос не стоит, можно их заработать или нельзя. Вопрос стоит, кто их заработает. Вы или другие. Мы очень многим людям рассказывали то, что вам муж рассказал сегодня. Ребята, мы очень многим людям рассказывали то, что мы вам рассказали сегодня. Этого нет в компании сборка компании. Этого нет нигде в мире. Вот то изложение материала, которое вы сложите сегодня. Но именно это изложение материала. Простите, вы знаете, кто или нет? Ребята, поднимите руки, кто знает, кто я. А я бы хотела сказать, что я дистрибьютор компании. Ребята, я на самом деле дистрибьютор компании. Просто когда мне говорят о милах, сколько вы зарабатываете, я всем закоммуляю. Почему вы не хотите спросить, сколько у меня работают? Ребята, мы привезли в Новосибирск ночью, половина четвертого утра, с первого и второго. Ну, мало того, что это праздники. Мало того, что, простите, у меня дети, и, наверное, извините, но, наверное, вы понимаете, что я с большим удовольствием. Ребята, понятно, тогда, наверное, я была бы с детьми. Я здесь, я с вами. Вы думаете, это нужно мне? Ребята, это нужно вам. У меня есть возможность поделиться своими знаниями и что-то вам рассказать. Ребята, попробуйте что-то в своей жизни изменить. Это реально. Вы каждый день разговариваете. Вы можете говорить о природе, о погоде. Ну, почему бы честно-либо что-то людям не рассказать? Вы знаете, я просто поделилась своими, даже не секретно, это настолько элементарно просто. Господи, вы приглашаете в свой дом, ну, если это вам позволяет, что я хочу, на чашку чая. Людей, которые вам нравятся. Я все время говорю, это командный бизнес. Это командный бизнес, волочи мне не надо. Мало того, что кем вам предоставляет кредит. И когда мне человек говорит, ну, не знаю, там, ну, подумаю. Я говорю, простите, я не понимаю, кто рискует. Контракт стоит 5 долларов, а кредит на 200 долларов. И когда у меня человек говорит, я подумаю, что подумаю, мыться, не мыться, зарабатывать, не зарабатывать. И такая версия ответа есть, это не мое. Что не мое, обеспечить ваши детей? Есть такие жесткие слова, простите, может быть, муж вам говорил, чтобы оставить детям на счету. И делать ничего не надо. И в этом, знаете, для меня, наверное, самое страшное, и стать бедной. Потому что я очень хорошо знаю, что это такое. Кто там че-то? Я говорю, да я не хочу быть бедной. Я не знаю, есть здесь пиксофона или нет. Я не хочу быть бедной, я никому не верю. Я сама зарабатываю, обеспечиваю себе, свои детей. По-моему, нормально. Да, я просто очень много работаю. Когда говорю, сколько ты зарабатываешь? А почему мне не нравится, сколько я работаю? И в этом вопрос мы очень много работаем. Да, мы действительно много зарабатываем, это огромная сумма для любого страны мира. Но кто вам мешает? Я буду приезжать столько, сколько вам будет нужно. Хотя, вы знаете, мой муж тоже говорит, очень интересную фразу. Проделать работу так, чтобы не остаться никакой работы. Даже если я никогда в жизни больше не прилечу в Казахстан, здесь есть люди, которые как спецмасс полностью владеют нашей методикой. Им есть, что сказать людям. Я не знаю, почему меня судьба свела с вами. И вы знаете, я очень бережно отношусь к такого рода вещам. То есть, по магистальному ближнему дебетному, да, со столицей. У нас осталось несколько часов пребывания на Новосибирске. Почему меня судьба свела с вами? Может быть, это не ваш выбор? Может быть, в результате этой встречи вы сегодня, завтра, через неделю встретите кого-то, кто будет вам благодарен за то, что у них есть возможность что-то в жизни за 5 долларов изменить? Уникально, да? За 5 долларов весь мир у ваших ног. Можно немножко пошутить? Вы все такие грустные. И вот, вы знаете, 26 мая будет банкет. Вот представьте на секунду. Я простая, смеющая, пианеская, жена офицера. И вот, я сильно недавно, если бы, пожалуйста, сказала, ребята, мы совсем недавно позвонили с компанией, сказали, госпожа Полежаева, на банкете как вы хотите, чтобы вас вывезли на карите или на банкете? Ребята, можно смеяться, можно плачать. Вот, понимаете, от того килограмма фруктов, которого я в 2006 году не могла купить себе. Кареты какие-то. Ребята, я здесь, я перед вами. Кареты у меня будут. Я вам расскажу уже другой пример, тоже такой веселый. Сейчас мы были в мальчике, вот я начала вам рассказывать. Там мне действительно просто потряс этот случай. Я знаю, сколько мои директора зарабатывают. Как правило, кто хорошо зарабатывает, об этом не говорит. Это нескромно, небезопасно. Неважно. И там был мальчик, ему 15 лет. Была вся семья. Муж, отец и двое сыновей. И мать, как ни странно, ну так сопротивлялась. Да не мужской это, ну очень не буду всю эту ерунду передавать вам. И вдруг мальчинка вышел вот так, и вдруг достал, из джинсов достал 50-рублевую бумажку. Ребята, 50 рублей. Он говорит, вы знаете, я как-то поклясся, что свои первые деньги я отдам матери. И вот он разжимает трубку, дает вот ей эти 50 рублей. Ребята, вы знаете, это прошибает. Он их лук украсть. Там очень развитого достаточно охотика, неблагополучная ситуация. Но вот эти 50 рублей я заработал сам. Вы представляете, вот его отношение к дикам. Ребята, это удивительный бизнес. Для меня, конечно, уже давно этот вопрос не нужны, не интересуют деньги. Вот в этой степени, как они интересуют вас. Да, заработают, наносу плевают долги. Для меня это гораздо больше. Для меня нефлэм. Вы знаете, наверное, что-то мы в жизни делаем правильно, потому что первый от успеха не бывает случайно. Ребята, я приведу вам еще один маленький пример. Буквально вчера в Моголеворске друг женщина мне рассказала. Как ни странно, у меня же такая же ситуация в Моголеворске. Слова шестилетнего мальчика. Мы с мужем очень много людей сделали богатыми. Действительно богатыми. Потому что для любой страны мира 5000 долларов в месяц это много, даже для Америки. Это действительно много, ребят. Если вы будете зарабатывать хотя бы 1000 долларов в месяц, это очень хорошо. Не буду оставить неловкое положение. Я далеко не уверена, что здесь люди такие деньги зарабатывают. Это не важно, сколько вы зарабатываете. И вдруг, слава шестилетнего мальчика, мы писали интервью. Когда мама с папой стали работать в Алифлайне, в доме стало больше денег. Ребята, все. Ребята, если благодаря вам просто у кого-то в доме станет больше еды, то чувствуется каретами, да? Ребята, спасибо большое. До свидания. Я знаю, что вам здесь очень интересно сидеть. Я немножко похулиганил, чтобы не так грустно расставались. Вы знаете, что у нас нервных окончаний, подушек и наших ног очень много нервных окончаний, да? Ребят, можно выставить? Попробуйте пошевелиться, потому что здесь так все, здесь все. Можно? Ребят, значит, правая нога, левая нога и вот эта вот. Ладно? Я знаю, что вам будет трудно, но я потом не думаю, вы продолжайте. Ребята, где ЕС? Зарабатывать хотите? Нет. Я чувствую, что вам жарко, но простите, нам еще жарко. У нас еще 9 часов следующей встречи. Итак, все проснулись. Все проснулись, нет? Поехали. Раз, два... Спасибо.